Многие проблемы, как мы определили по этому сегменту, мы очень активно, кстати, даже нас попали в парламенте, в правительстве, в принципе, вели самые активные по ходатайству, по изменению законодательства, по налогу, по налогопложению, по всем сегментам. И, то есть, даже есть недоработки, несмотря на то, что есть недоработки в законодательном плане, мы очень активно ходатайствуем, чтобы все это изменить и довести до нужного роста. Потому что мы, конечно же, пришли к выводу, качественное обслуживание и администрирование жилых домов все-таки делается через ассоциацию жильцов, чем через муниципальные предприятия, которые должны покрыть ее весь муниципалитет. Хотя трудновато создать целую инфраструктуру, которая в 100% соотношении все это выполняла, конечно, мы пока что вносим определенные темпы. Но, конечно, сравнительно, когда делаем определенные анализы по определенным моментам и по претензиям, конечно же, приходим к выводу качественные, все-таки выполняли все эти обязательства со стороны ассоциации жильцов, которые напрямую, они более близки к текущим проблемам жильцов. Например, те же ремонтные работы по крышам, это актуальный вопрос. Есть четкие задачи, которые мы определили и план поэтапно, который мы будем имплементировать и принимать соответствующие изменения и изменения формата. Мы не отдаем муниципалитет по ЖКХ или обслуживание домов в частные руки по одной причине. Нет, отдаем. Но это незначительно. Если говорить о ДАУ после конкретных, то где-то более 800 домов у нас стоят на обслуживании, управлении, у нас немножко не муниципалитет, у нас называется самоуправление, да? Самоуправление. И я всегда говорил и говорю, если наладить эту систему ЖКХ и сделать ее очень прозрачной, то очень просто. Каждый год у нас жильцам предлагается, есть старшие домов, так называемые, да? Но тоже институтами нашими, да? Нет, они не старшие домов. Они живут в этом доме. Жильцы его выбирают на собрании, да? Да, и дают ему определенные полномочия, но не так, как там у нас перегибы были, он имеет право распоряжаться до 20 тысяч евро фондом. И существует такое понятие коррупция. И она может быть не только наверху, мы привыкли только наверху смотреть, вот там ворудовать, понимаете? Тот же жилец, его можно ли в старшего дома ввести в заблуждение, его можно, значит, в конце концов купить, я грубо говоря, да? Да, и вот несколько раз вот эти организации, как вы говорите, частные, да? Я их ловил на том, что они каким-то образом или бесплатный ремонт, или что-то еще подкупают этого старшего дома. Но этот старший дом начинает плясать под эту организацию, да? И плюс еще в прессе выбрасывать негатив в сторону ПЖКХ и самоуправления, понимаете? Вы четко должны для себя понять. Кто бы там не руководил домами ваших жильцов, ваших избирателей, вот эти крики, вопли, жалобы попадут все равно к вам на стол. Вы этого никогда не избежите. А вот наладить систему, да, я, кстати, вот хочу воспользоваться случаем, если будет такое у вас желание, надо будет созвониться, встретиться. И по этой теме ПЖКХ вы можете подробно поговорить со мной, да, потому что мы сможем, ну, из опыта, своего опыта, и вот вы говорите, общественная организация, у меня тоже существует ассоциация старших домов собственных квартир. Я попал на выборы только благодаря тому, что вел активную борьбу там, ну, что стоит еще с чем-то и так далее, и так далее. Народ доверил, да, большинством голосов я попал в дом и после мэра вторым номером зашел в своем управлении, понимаете? Но вопрос в том, что если вы готовы отдать деньги частникам, это одно, и все равно получите тот же геморрой или те же проблемы. Если вы готовы свою создать систему, ту же ПЖКХ, укрепить ее, научить ее правильно работать, правильно давать информацию, недовольные будут всегда. Вы должны четко из себя определить, недовольные будут всегда. Если идеальной системы не существует нигде, я был в Европе, я был во многих городах и странах, и жеча в эту систему, везде существует проблема. Но у нас это решено просто так. То есть каждый год ПЖКХ, обслуживающая организация, предлагает жителям домов, каждому дому конкретно, во-первых, у нас определена цена за обслуживание домов. Мы эту цену называем обслуживание домов. Плюс каждый дом у нас имеет свой, так называемый, устраиваемый фонд, то есть фонд накопительный. То есть там 4 цента или там 5 центов, как жители решат, идет накопление этого фонда. Этот фонд не имеет права ПЖКХ или там частная обслуживающая организация его расходовать без решения жильцов. У нас тоже фонд, к сожалению, жилищный, да, еще построенный в советские времена, хотя сейчас больше развивается частное такое владение, да, и так далее. Но этот фонд приходит в негодность. Когда-то, вот как, возьмите ту же Москву, они хрущевки начинают сносить. Не потому, что это плохо, а потому, что они уже в таком состоянии, да, что лучше снести, построить новый, дать жильцам и опять получать от них деньги, чем латать там и так далее, и так далее. Вот мы предлагаем сметы. В этой смете все четко расписано. Есть правила кабинета министров, но это на уровне, это правила кабинета министров. Есть закон о квартирной собственности. В этом законе определены права, обязанности жильцов. Мы все это можем вам подготовить, напечатать, ну, может быть, не на молдавском языке, на русском, да, и так далее. И все это вам прислать, вы все это можете, надо будет мне с кем-то руководством поговорить, там, сайт какой-то и так далее. Я помощница своей скажу, она все это вам скинет. Если будут какие-то вопросы, я готов там по скайпу это дело обсуждать и так далее, без проблем, да. То есть мы можем поговорить, в прямом усилии, как говорится, да. И дать вот эти документы, чтобы их изучили, посмотреть, это не секрет, это не является секретными документами. Плюс вот эти, там смета номер один, смета номер два, смета номер три. Смета номер один, это то, какие тарифы, за какие деньги предлагает обслуживающая организация. Смета номер три, это смета, что нужно сделать для дома. И здесь такой нюанс, недавно у нас были спорные вопросы, и кабинет министров четко решил. Значит, если жильцы не подписали эту смету, там, номер три, ну, как бы не утвердили ее на общем собрании, все через протоколы собрания идет. Протокол собрания, бланк специальный, жильцы подписывают. Единственное, сталкиваемся, вот вы говорите, частные руки, да. Мы сталкиваемся с тем, что подделка подписей может быть. У нас только собственник квартиры имеет право участвовать в собрании собственников, потому что у нас есть еще муниципальные квартиры, которые мы раздаем, да. Муниципальные квартиры, которые мы не отдаем. То есть те квартиры, которые получались до 1 января 2002 года, они все с правом выкупаны. То есть не за сертификаты уже, потому что все это закончилось, а за деньги. Ну, Латвии повезло, и как и другим прибалтийским государствам, может быть, другим государствам в том плане, что была сильная и есть на сегодняшний день сильная поддержка европейскими деньгами, фондами. Если бы не фонды, ну, я думаю, еще нужно было посмотреть, где оказалась бы Молдавия или где там страны прибалтские.